Итак, друзья мои, добрый день! Добрый! Причем, я бы так сказал, с большой буквы Д. Действительно добрый сегодня. Надеюсь на это. В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема программы заявлена была еще в начале недели. День Икс сегодня, 17 октября 2013 года. Будет ли дефолт? Знак вопроса можно, наверное... А хотя нет, Сереж, да? Знак вопроса оставим. Потому что рано или после равно будет. Ну, поживем увидим. Ну, в любом случае, сегодняшний день, да? Знаменательный день для финансовых рынков. В чем это его значимость? Сейчас мы будем об этом говорить. Ну, и как все-таки результат, долгие ожидания закончились чем-то, что привело к движению. Вот, собственно, да. Наверное, в этом основная мысль, да? Мы долго-долго мучились. Ну, и, наконец, что-то получилось. Так, ладно. Долгое вступление. Значит, представлю я гостей прежде всего в студии сегодня. Дмитрий Грицкевич, аналитик промсвязь банка. Добрый день, Дмитрий. Добрый день. В студии сегодня Станислав Савинов, аналитик по макроэкономике UFS. Добрый день, Станислав. Добрый день. И в студии Сергей Хистанов, управляющий директор группы компании Allure. Добрый день, Сергей. У нас сегодня, видите, кворум. Тебя не слышно, по-моему. Ну, еще раз скажи. А, все нормально. У нас сегодня кворум, у нас сегодня, да, три человека в студии. Ну, мне приятно всегда вас видеть, да, если и в другой компании, собственно, мы встречаемся. Ну, особенно приятно, естественно, сегодня. Значит, я напомню для слушателей. Присоединиться к нашему разговору вы можете, либо позвонив в студию по телефону прямого эфира 6510996, код Москвы 495, либо написав нам на сайте по адресу finam.fm. finam.fm. Ну, и давайте посмотрим, что на рынке происходит. Итак, 1507 в Москве, картина масла. Ну, надо, прежде всего, наверное, да, надо вчера, вчерашнее закрытие Америки начать с этого и подчеркнуть это, что, потому что сколько там, 1620, по-моему, да, S&P? 700. 1720, да, да, выше, выше даже 21. Закрылся, прибавил почти полтора процента, тоже сделал Dow, тоже сделал Nasdaq. Кстати, вот этот рост, точнее, закрытие торговой сессии, оно уже, оно было до того, как народ узнал, да, о свершившем. Нет, уже во время, да. То есть это вот реакция на него, да, можно говорить об этом. Нормально, ну, по крайней мере, логичная реакция. Смотрим на нынешний торговый день и, прежде всего, значит, что у нас, Nikkei вырос на 0,8, Шанхай композиция снизилась на 0,2. А Европа, ну, и мы, прежде всего, сегодня активно падаем, тем не менее. FTSE 100 в минусе на 0,1 процента, а индикаторы российского рынка теряют. Теряют РТС почти процент, ММВБ больше процента. Ну, понятно, почему, потому что рубль укрепляется, упал он на 32. Вот, видимо, какую-то поддержку там нащупал, ну, посмотрим, как это будет дальше. Дальше интересная история. Ну, по поводу сырья, давайте, прежде всего. Ничего там, особых событий не произошло. Тем не менее, да, 110 против вчерашних 109 с полтиной стоит Brent. Почти 102 доллара стоит Light Sweet. Вот золото показал сегодня в очередной раз себя. Более того, начало европейских торгов в Москве 11 часов был. Вот этот час ознаменовал с тем, что все активно начали сливать доллар. Это вот тоже хотелось бы обсудить. И откупать золото. И оно сделало сразу 40 долларов практически. Да, и было в моменте сегодняшней ХАИ 1320 за унцию. После вчерашних, да, 1200, а позавчера 1250 у него. Представляешь, вот это инструмент вообще, да, золото. На самом деле, то, как ведет себя золото, достаточно явно указывает на то, что ожидания относительно монетарной политики, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, заметно сменились. Ты имеешь в виду ожидания в сторону сокращения программы? В этом смысле? Нет, в моменте как раз, судя по движению, ожидания того, что, по крайней мере, там, на коротком временном горизонте ждать резкого сворачивания программы нет оснований. И, соответственно, эти ожидания и толкнули вверх стоимость золота, прежде всего. Ну, не буду с тобой спорить, потому что спорить с тобой бессмысленно, ты умный же, да, как известно, ты умный аналитик, Сереж. Но, тем не менее, я чуть позже, мне показалось это забавным, чуть позже озвучу, тем не менее, вот я в одной из лент новостей, по-моему, Ройтеровской, прочел объяснение тому, что на ранних европейских торгах в четверг золото и серебро продемонстрировали и так далее. Будет очень любопытно, мне кажется. Я тем не менее закончу, значит, картина маслом следующая. Действительно, евро-доллар выше 1.36, опять вот, да, свечка 11-часовая как раз была. 1.36, 26. Ну, и, в принципе, все мажоры, да, показали вот это движение против доллара, можно так говорить, да. Евро, фунт, франк, иена, везде доллар продавали. Значит, смотрим мы на набор голубой фишек, ну, понятно, что они все, в основном, все, нет, без исключения, даже все под водой сегодня падают лучше всех. Больше всех падает МТС, 2,2%, Русгидро 2%, почти 2% Сургут, 1,5% ВТБ, процент Газпром, 2% Норники, ну, в общем, все понятно здесь. Фиксируются, да, фиксируются, радостно. Ладно, давайте начнем. Значит, во-первых, давайте начнем, собственно, да, Сереж, начнем с тебя, потому что ты вчера похвалился, глубокими историческими знаниями в том числе, вот, темы дефолта сегодня обсуждаем, пока не состоявшегося. Если говорить о дефолте, то надо, во-первых, четко различать, такая ли уж эта новость, что вообще говоря, такое событие, как дефолт, в финансах крупных стран происходит достаточно регулярно. Серьезно? Это не в последнее время, но если посмотреть в историю, там где-нибудь века с 18-го, а где-то с 18-го века финансовая система многих стран начинает уже походить на современное, да, а средневековье переходит, соответственно, к капиталистической финансовой системе. Так вот, это событие достаточно часто встречалось даже у тех стран, которые сейчас воспринимаются как, ну, надежные или абсолютно надежные. Если говорить об Америке, потому что сейчас животрепещущая тема с этим, к счастью, несостоявшимся дефолтом, который мог сегодня произойти, то, в принципе, было минимум два события, там тоже еще творческий момент, что считать дефолтом, что не считать дефолтом. Это тоже, кстати, важно. Да, но было минимум два момента, которые, вне сомнения, можно трактовать как де-факто, не де-юре, а де-факто дефолт. В частности, это события 1933 года и 1971 года. С чем эти события были связаны? Дело в том, что в старые добрые времена доллар обменивался на золото, причем по фиксированному государством курсу. Причем это длилось достаточно долго. И, кстати, это и было одним из аргументов, почему доллар, в общем-то, со временем стал мировой резервной валютой. Потому что был обеспечен золотом. Да, да. И до 1933 года, причем достаточно свободно, даже гражданин мог прийти в банк, принести доллары, и вам отрежут или отломают соответствующее количество золота. И это не вызывало ажиотажа, это было нормальным и считалось, что так и должно быть. Некоторое время и в Российской империи, кстати, такой же порядок действовал. Но в 1933 году, как раз, по-моему, дай бог памяти, на следующий день после инаугурации Рузвельта, в связи с тем, что экономика испытывала жесткие проблемы, спрос населения на золото увеличился. То есть люди активно меняли доллары на золото, соответственно, золотой запас активно снижался. И чтобы это дело пресечь, было сделано две вещи. Были объявлены банковские каникулы, банки были закрыты решением правительства. После чего волевым решением курс доллара относительно золота был опущен где-то в 1,7 раза. И был издан закон, по которому американцы обязаны продать свое золото по государственному курсу с уголовной ответственностью за нарушение этого закона. В принципе, вот как рассматривать это действие? С точки зрения финансовой системы тех лет, когда было прописано, что доллар свободно обменивается на золото, разве это не дефолт? С точки зрения здравого смысла. Сереж, я тебя прерву, потому что заскучали наши коллеги. Давайте так, у нас осталась минута до новостей. Мы ее сейчас заполним не паузой, а ответом на вопрос. Дим, Станислав, будет ли дефолт в принципе? То, что сейчас мы благополучно избежали. Ну, мы, они, рынки, экономика мировая, благополучно этого избежал. Слава Богу. Ну, в принципе, Дим, как ты считаешь? Технический дефолт возможен на фоне политических игр. Реальный. Ну, наверное, здесь все же я склоняюсь к ответу нет. К невозможности, Станислав. Пока есть патолог госдолга, и пока американцы сводят бюджет с дефицитом, это будет возможно. Это будет возможно? Да. И в каком-то, может быть, даже, да, не таком отдаленном... Проблема эта будет существовать. Проблема эта будет существовать. И, кстати, я хочу напомнить, ну, для наших, наверное, посвященных слушателей это делать не нужно, а для слушателей не посвященных, что проблема эта отодвинулась просто, причем отодвилась не так надолго, да? Ну, вернемся к этому. Слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, давайте продолжим. Продолжим наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Дмитрий Грицкевич, трейдер промсвязь банка. Станислав Савинов, аналитик по макроэкономике UFS. И Сергей Хистан, управляющий директор группы компаний Allor. Ну, в связи с тем, что сегодня был объявлен День Икс, мы на эту тему и говорим. Дефолта не состоялось, точнее, его отодвинули. Я тебе вопрос задам, как человеку непосредственно нажимающий на кнопки. Да, слушаю. Возможность такая была, во-первых, сегодня, да, нажать на кнопки, ну, учитывая реакцию рынка на известные события. Ну, на самом деле, мы к этому были готовы, поэтому сегодня просто, скорее, потеряли руки. А, ну, то есть, вы тоже... Я имею в виду про долговые инструменты, да. То есть, да, трежерис доходности сегодня хорошо снизились. В общем-то, на открытии рынок, там, в частности, ОФЗ, да, показал... Рост. Так же, да, хороший рост. Ну, вы фиксировались или нет? Или просто ваша позиция? Нет, на самом деле, позиция среднесрочная. Мне кажется, что стоит ждать хорошего роста именно по российским долговым бумагам на четвертый квартал в целом. Поэтому, думаю, что фиксироваться смысла нет. Если только, там, какие-то спекулятивные операции, если о среднесрочном тренде, то, как бы, придерживаемся позитивного взгляда на рынок. Я понял. Ну, и давайте вернемся к сегодняшним событиям. Ну, все читали, я все цитировать не буду. Все вы знаете, да, что произошло. Собственно, вот на что я хотел бы сделать акцент, что продлили, да, фактически проблема решена тем, что отодвинули время, значит, потолок, повышение потолка до 7 сентября 2014 года, да? А проблема бюджета, там, с январем, по-моему, да, или с мать. Правительство будет возобновить работу до 15 января. Вот. А до 13 декабря законодатели должны прийти к соглашению по поводу того, какой будет бюджет на следующий год. Все, все. То есть, другими словами, проблема не решена, отодвинуты сроки ее решения. И с этой точки зрения, Данислав, давай, ну, я не знаю, не помечтаем, конечно, да, неправильный термин, наверное, да, предположим, твое предположение, вот что будет на рынках происходить опять при приближении, что ли, да, к этому очередному времени икс, дню че, там, и так далее. Ну, в первую очередь, рынки должны обратить внимание на то, что эффект от заморозки финансирования правительства, как сказался на экономике, сейчас оценки варьируются, но консенс складывается такой, что полпроцента, как минимум. Как минимум потеряли. Да, в четвертом квартале американская экономика не досчитается экономического роста. Соответственно, насколько текущие котировки рисковых активов отражают фундаментальные составляющие, с учетом того невиданного роста, который мы наблюдали в этом году, ну, и, соответственно, именно на этом будет фокус. Ты невиданный рост американский рынок имеющий. Да, 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 конечно. И, соответственно, после этого уже будет опять тема возвращена в пределы госдолга. По сути, проблема никуда не исчезала, и рынки на нее не обращали внимания очень долгое время. Лишь когда там час икс там показался там буквально там за месяц, и законодатели вернулись с каникул и приступили к обсуждению, тогда рынок, собственно, обратил внимание на это. Сереж, ну, давай вернемся к твоим разкам. Ну, во-первых, ты мне скажи, пожалуйста, действительно, может быть, чересчур, да, все обращают внимание вот на это? И да, и нет. Дело в том, что все понимают, что корень проблемы чисто политический. Что вот это вот пресловутое вообще ограничение, вот во многих же странах нет этого понятия, да? Занимайтесь, сколько хотите, да, в другом слове? Да, то есть там есть бюджетные соображения какие-то, да, но вот такой физически выделенного показателя, да, потолок госдолга не существует. Сейчас в Америке с чисто политической точки зрения достаточно интересная ситуация. То есть две крупнейшие политические партии, которые на самом деле отличаются гораздо меньше, чем об этом говорят их пиарщики, да, вот. Тем не менее надо зарабатывать политические очки и противоречия. У одной партии там больше законодательных возможностей, у другой, соответственно, исполнительных. И вот они используют этот формальный критерий потолка госдолга для набирания политического веса. К сожалению, до тех пор, пока ситуация не изменится, то есть как минимум там до следующего выборного цикла, это каждый год при достижении этого шоу будет повторяться. Каждый год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню, вот примерно то же самое мы и наблюдаем. А идея наверняка тоже, Сереж, ты это знаешь, идея, вообще этот потолок, да, кто ее придумал? Ну, мне трудно сейчас вот на вскидку вспомнить, кто впервые это предложил. Идея, вообще говоря, как всегда была благая. Вообще все дороговато, она всегда благими намерениями выслана, так уж устроен мир, да. Это было придумано для того, чтобы ограничить безудержный рост госдолга. Но любая идея со временем трансформируется, начинает жить своей жизнью. И вот в данном случае просто политики используют эту идею как прекрасный информационный повод взвинтить политический торг. Это война нервов, кто последний, кто первый сдастся и уступит противник. Увы и ах. Да, да. Ну, с другой стороны, опять, да, Дим, возвращаясь к рынку, да, не для всех это, увы, не для всех это... Нет, то есть спекулянтам это просто манна небесная. Потому что это порождает сильные движения, но что такое там свыше процента для развитых рынков дневное движение, даже за несколько часов. Это очень большая величина, да. Поэтому кому война, кому мать родная. Естественно, спекулянтов это радует. Смотрите. Я бы добавил, да, было слово. На самом деле, если сравнить 2011 год и вот текущую ситуацию, что можно сказать, что рынки некоторый иммунитет все-таки к этому уже вырабатывают. Поэтому такой сильной реакции не было. Сейчас... Извини, пожалуйста, может быть, стоит, если вспоминать 2011 год, еще и добавить сюда снижение, да, рейтинга американского? Да. Ну, в том плане, что такая реакция бурная была в 2011 году, в августе, да, именно в результате этого снижения, а не... Ну, вот как раз ты хотел добавить, то, что сейчас последнее слово, наверное, за агентство ФИЧ, и если оно снизит рейтинг... Ну, оно вчера что-то там погрозило пальчиком уже, то штаты, к сожалению, потеряют в целом свой, как бы, комбинированный уровень АААА. Смотрите, как здорово. А вот теперь цитата, цитата. На ранних... Возвращаясь к тому, да, что меня сегодня тоже очень, очень, ну, порадовало, наверное. На ранних европейских торгах четверг золото серебро продемонстрировали максимально за последние четыре недели внутридневной рост после того, как... И дальше забавно. Китайское агентство, дальше идет по-китайски, ну, рейтинговое агентство, тем не менее. Догонка. Во-во-во, догонка, совершенно верно. Понизило суверенные кредиты рейтинга Штаты с A до A-. Новости из Китая стали главным драйвингом движений, отмечает лондонский аналитик. Если людей начинает серьезно бесконечно судьба доллара, наверное, они уходят в золото. И мы видели то сегодня, да, что происходило, как раз. Сливали доллар против всех, ну, если смотреть на валютный рынок, прежде всего, и активно откупали золото. Ну, это, на самом деле, не та новость, которая повлияла на рост котировок. Просто исторически, с каждым повышением лимита госдолга, рост был интерес к золоту. Потому что весь мир видел, что американцы никак не могут удержать свои желания заимствовать. Да, да, да. Свои аппетиты. Свои аппетиты, да. И, соответственно, золото, как реальный актив, в этом случае выступало в качестве тихой гавани. Вот. Мы это и видим. То, что было в 2011 году, когда был в конечном итоге повышен на предел госдолга, и золото выросло в цене существенно. Мы это видим сейчас, и я думаю, что рост золота продолжится. Продолжится. Да. Ну, здесь есть одна очень характерная опасность. Вот китайское агентство просто иллюстрирует эту очень характерную опасность. Если события происходят одно за другим, то логично объяснить, объявить причиной второго события первое событие. И вот... А давай, два события какие? Вот. Ну вот, явно, при всем уважении к великому Китаю, да, его рейтинговое агентство, которое мало кому известно, кроме узких специалистов, да. Совершенно верно. Ну, Станислав, ты знаешь, дай год. Есть прекрасная шутка на эту тему, которая утрирует проблему и хорошо ее иллюстрирует. Когда ученые решили определить, где у паука находятся органы слуха. Провели эксперимент. Посадили паука на стол, крикнули на него «Беги!» и паук побежал. Потом оторвали пауку ноги, положили его оставшегося на этот, крикнули «Беги!» и он на месте остался. Из-за чего сделали блистательный вывод о том, что органы слуха находятся в ногах. Поэтому, к сожалению, это сильно усложняет все виды экономического анализа, особенно связанные с новостями. Сам факт, что какое-то событие произошло перед следующим за ним, не всегда доказывает, что первое событие являлось причиной первого. Я понял, я понял, да. Ну, с точки зрения, опять, да, к Диме я возвращаюсь, с точки зрения активного трейдинга, да, это главная проблема. Не случайно мы, да, очень часто слышим всякие смешные истории про классический такой, да, как это называется, антагонизм, да, трейдеры-аналитик. Вот они все время ругаются, они все время друг друга обвиняют, да, ну или как минимум трейдер все время обвиняет, аналитика, что тот вот что-то рассказывал. А аналитик всегда найдет оправдание, ну, о чем сейчас говорит Сережа, да, то есть это реакция не на это событие, а на другое. Ну, если идею продолжить, то если в инвест-декларации крупнейших хедж-фондов прописана, как бы, реакция на, ну, изменение рейтинга от агентства вот этого китайского, то, наверное, можно представить, что это последовало, в общем-то, за этим фактом. Кстати, возвращаясь все-таки к фундаментальной составляющей, да, трейдинга, хотелось бы вот еще такую, ну, на мой взгляд, тоже забавную деталь обсудить. Деталь последних событий, связанных с этим несостоящим дефолтом. Ведь когда, да, отправлено было, там, сколько, 800 тысяч, да, американцев в этот самый отпуск неоплаченный, среди них были и специалисты, которые отвечают за выход статистики. И очень много ее не вышло в это время, и ключевая по рынку труда, да, две недели назад. И сейчас, я так понимаю, она валом, да, пойдет? Это внесет дополнительный фактор, дополнительно поднимет волатильность. Совершенно верно. Дим, вот как готовитесь к этому непосредственности? Да, на самом деле, я бы смотрел стратегически, просто сейчас главный вопрос, да, будет, не будет у нас степеринг. Так, ну, я думаю, что ситуация будет складываться таким образом, что статистика будет выходить несколько хуже ожидания, да, по крайней мере, за октябрь. Поэтому, как минимум, в этом году теперинга не будет. При этом у нас проблема с госдолгом, она двинулась на, там, февраль, январь-февраль. И в этой ситуации ФРС, скорее всего, будет также поддерживать все-таки свое правительство и, опять же-таки, не будет объявлять сокращение, да, программы количественного смягчения. Поэтому, я думаю, да, статистика валом пойдет, но, я думаю, ничего феерического там не увидим. И инвесторы все-таки будут больше склоняться к прежней своей поведенческой модели, а это сохранение программы КУЕ, да? Сейчас главное, что происходит в Америке, за исключением вот событий последних, Станислав, это вновь монетарная политика. На нее мы будем смотреть? Ну, пока корпоративный сезон все-таки. Потому что, в принципе, октябрьское заседание, оно никого не удивит. Выходили сейчас, вышла бежевая книга, которая подтвердила, что сейчас наблюдается охлаждение деловой активности в четырех округах из 12. Поэтому весь фокус на декабрь, там будет пресс-конференция, возможно, именно этот момент позволит приступить к сворочению количественного смягчения. Но, так или иначе, я соглашусь с мнением Дмитрия, что в этом году... Что до конца года, да, практически? Потому что экономика не успеет набрать обороты. Ну, и если действительно, да, говорить о неких планирования стратегических позиций, то у вас есть основания, да, в среднесрочной перспективе, как минимум до конца года, да, все останется по-прежнему, все будет хорошо. Рынок, наверное, будет подрастать. Там у нас есть традиционно новогоднее или какое-нибудь там рождественское ралли, да, S&P на новые высоты, да? Где ты ждешь? Есть сомнения. Есть сомнения? Да. Ну, я про S&P, наверное, не прокомментирую, я все-таки про наш рынок скорее скажу. Ну, хорошо, а наш рынок подрастет. Я думаю, что ликвидность с внешних рынков должна частично на наш прийти, это как вот на внешних факторах, как я и сказал про КУИ, так и внутренних, это замедление инфляции. Я понял тебя. Хорошо, значит, сомнения у Станислава, но твои сомнения послушаем. Зарабатывайте на крупнейших биржах мира вместе со спонсором программы «Сухой остаток» брокером WhoTrades Limited, Кипр. Информация о компании, ее услугах и тарифах распечатана на сайте www.finam.com.coi. Торговля финансовыми инструментами может повлечь риск потерь. Проконсультируйтесь у независимых экспертов перед началом торгов. Итак, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на «Финам.ФМ». Мы говорим сегодня о событии, ну, по крайней мере, заявленной в теме программы, не состоявшейся в дефолте Соединенных Штатов Америки, ну и, соответственно, ожидания после этого события, какие возникают. Представлю в студии Дмитрий Грицкевич, трейдер «Промсвязь банка», Станислав Савинов, аналитик по макроэкономике «ЮФС» и Сергей Хистанов, управляющий директор группы компаний «Аллор». Телефон в студии 651099,6, код «Москвы» 495, сайт компании «Финам.ФМ». Уважаемые слушатели, вы можете тоже присоединиться к нашей беседе, позвонив, написав, прокомментировав события. Ну что ж, давайте еще немножко об истории, Сереж, да? Ну, если немного об истории, то стоит вспомнить, кроме 1933 года... Ну, все-таки это достаточно давно уже, да? Да, и более близкие к настоящему времени события, и, кстати говоря, более глобальные с точки зрения развития валютных рынков в мире вообще. Кстати, если говорить, да, 1933 год, еще валютного рынка как такового не было, привязанных золота. А 1977-й, это уже Форекс есть уже. 1971-й год как раз и послужило рождению рынка Форекс, да? Да, он и родился как-то как рынок, да, из-за того, что в 1971 году США отказалась, причем отказалась не только для граждан, но и для центральных банков, обменивать доллары на золото. Перед этим случилось интересное такое политическое событие, тогдашний президент, точнее, под воздействием идеи тогдашнего президента Франции Шарля де Голля, к тому времени он уже не был президентом, но его идеи во Франции традиционно жили. Кстати, Франция достаточно необычная западная страна, она вышла из НАТО в свое время и вообще всегда занимала такую достаточно специфическую позицию. Вот, отправила в Америку два корабля бумажных долларов и вывезла оттуда, ну, по разным оценкам, до 20% американского золотого запаса, представляете? Вот, естественно, соблазн последовать примеру Франции возник у многих стран и видя, что это может катастрофически опустошить золотой запас, а в принципе вызвать и дефолт, тогдашний президент Америки, дай бог памяти Никсон, да, отменил свободный обмен золота. И, в принципе, это вот, это уже не так далеко от настоящего времени, да, это не безумно, это не 1933 год, да. Вот, это с этого момента, с одной стороны, родился валютный рынок, поскольку фактически произошел крах Бреттон-Вуджской системы, да, когда курсы основных валют были привязаны намертво к доллару, а доллар к золоту, да. Ну, а во-вторых, это открыло эру достаточно похожей на современную финансовую систему, поскольку все современные валюты, неважно, будь то рубль, будь то доллар, они являются необеспеченными валютами. То есть даже теоретически, вот как у доллара раньше, хоть теоретическое было обеспечение, да, это фактически честное слово государства, которое обещало, что валюта там что-то из себя будет представлять. Совершенно верно. И все, собственно, вот эти вот, да, темы, касаемые дефолта, да, того или иного государства, это опять, это исключительно доверие, да, доверие мирового инвестора. Да, абсолютно верно. Все верят больше Соединенных Штатов Америки. Пока. Пока, да, пока. Хотя почему именно им? Так, мы вернемся к рынку. Станислав, да, 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 смотри, ты не согласился с прогнозами Дмитрия, ну, мне так показалось, по крайней мере, у тебя есть свое видение, да, ближайшие события до конца года. Как ты, как ты смотришь? Просто Дмитрий, я говорю про долговые рынки. А-а-а. Про долговые рынки я согласен. Согласен, хорошо. Я говорю про акции. Давай. Акции, ну, сейчас корпоративный сезон, идет отчетности, он, в принципе, вполне пристойные результаты, но аутлуки у всех уже такие не очень хорошие. Текущие цены очень высокие по мультипликаторам, даже в исторической перспективе посмотреть. И, соответственно, у инвесторов уже нет былой тяги к покупкам. Это видно и по объемам, это видно, к примеру, по той реакции, которая была на сентябрьское заседание, когда КУИ никто не стал сокращать. Какого-то оптимизма безудержного мы не увидели. Не увидели. Поэтому все будут думать, а стоит ли. Тем более, что и рождественские продажи в этом году будут не очень хорошие. То же самое Walmart понижает прогнозы выручки и предлагает более высокие скидки и гораздо раньше, чем делают обычно. Я понял. Тогда смотри, я попытаюсь опять картину нарисовать, исходя из твоих слов. То есть ты не ждешь, ну как минимум роста не ждешь. Да, я не жду ралли. Ралли, да. А еще, может быть, даже предположить, что если не будет роста, то наверняка может возникнуть снижение, потому что коррекция. Это будет такое вялое состояние рынка, потому что все-таки ликвидность поступает, она никуда не исчезает. Ну вот Дима предположил, кстати, да, что часть этой самой ликвидности может прийти и на развивающийся рынок, в том числе и на российский. Именно потому что, да, есть здесь вот связь, смотри, потому что инвестор говорит, что, видимо, в развитые рынки уже вкладываться бессмысленно, да, дорого, много, ну и так далее. Ну на самом деле весной, да, когда заговорили о том, что Бернанке сократит Куэ, мы увидели там колоссальный отток средств. Теперь я думаю, что инвесторы... С развивающихся ты имеешь в виду, да? С развивающихся рынок. Теперь я думаю, что должно действовать в обратную сторону ситуацию. Конечно, там где-то тейперинг будет маячить, но это, скорее всего, история второго полугодия 2014 года. Поэтому какой-то приток горячих денег на наши рынки, я думаю, что мы должны все-таки увидеть в том или ином контексте. Я понял. А нынешнее, сегодняшнее, в частности, снижение, это всего лишь что? Коррекция, да? Потому что некоторое время назад наш рынок начал... Ну если там про рынки акций говорить, ну, возможно, да. То есть, как я уже сказал, долговые рынки только растут. Я понял. Долговые рынки этого не почувствовали еще, да? Сереж, смотри. Возвращаемся опять, да, к валютному, прежде всего, рынку валютному. Ну и, наверное, с этой точки зрения поговорить о родимой валюте нам стоит. Вот сегодня нет ли опять парадокса? Ведь рынок акций, да, падает. Ну, про долговое Дмитрий, собственно, уже нам рассказал, подчеркнул это, а рубль укрепляется. Ну, дело в том, что вообще, вообще на образование курса национальной валюты влияет огромное количество факторов. Существует около десятка теорий, высокого полета теорий, которые объясняют, почему валютный курс вот такой, а не другой. Вот сам факт того, что существует много теорий, это признак, что ни одна из теорий исчерпывающим образом явление не описывает. Потому что, когда какая-то теория хорошо что-то описывает, нет резона придумывать там еще почти десяток. Вот, и более того, в разные периоды значимость того или иного фактора на образование курса национальной валюты меняется. И вот сейчас постепенно начинает расти рост влияния на курс рубля такого фактора, как платежный баланс. У нас потихоньку, у нас темпы роста импорта выше, чем прирост там валютной выручки. И постепенно, по мере того, как к нулю приближается там сальдо соответствующего счета, значимость этого фактора для образования курса рубля растет. И вот многие явления там последнего времени и ближайшего будущего там на рынке рубля... А последнего, на сколько последнего времени? Ну, трудно сказать. Это же плавный процесс, там нет четкой границы, поэтому трудно различить, что вот здесь еще нет, а вот тут уже да. Вот, скачкообразного, может и к счастью, такого перехода нет. Но со временем вот это вот соотношение экспорт-импорт, оно будет влиять все больше и больше. И чем, соответственно, положительная сальдо будет ниже в абсолютных цифрах, тем влияние даже умеренных колебаний на курсы образования будет сильнее. Скажи мне, это специфика российской действительности или в принципе можно говорить... Это, вообще говоря, это универсальный принцип. То есть чем меньше, чем ближе к нулю там положение какого-то параметра, тем сильнее относительное влияние его изменения. Вот, но поскольку большинство наших слушателей явно в большей степени интересует курс рубля, то, естественно, для рубля это достаточно важно. А напротив такой еще не в столь давние времена важный параметр, который все отслеживали, как, допустим, стоимость нефти, да, вот она вот в последнее время, хотя никто ее со счетов не сбрасывает, и важность ее влияния несколько снизилась. Вот, поэтому вот меняется валютный рынок тоже, да. Ну и самый главный фактор, который будет, когда мог в меч висеть над рублем, это бюджет. То есть это завышенные социальные обязательства, и, соответственно, малейшая просадка поступления от экспорта тут же вызовет там достаточно сильное движение валютного курса. Ну, тем не менее, Станислав, смотри, мы сегодня увидели, да, резкое укрепление рубля против доллара до 32, как я уже, собственно, об этом говорил, именно резкое. То, о чем говорит Сережа, понятно, наверное, да, и вполне логично, но к резким движениям оно вряд ли может привести, наверное, да, а резкое движение оно за счет чего? Обусловлено просто рост рублевого фондирования. ЦБ зажимает ликвидность пока, очень высокий спрос на одноденном аукционе был, ну, 300 миллиардов, хотя налог только будет в понедельник выплачиваться, а лимитом было установлено 125 миллиардов рублей. То есть всем не хватило? Да, ставки на межбанки такие относительно высокие, вот, этим все объясняется. Плюс, а почему доллар? К доллару резко укрепился, потому что доллар слабеет на мировом валютном рынке. О, то есть это тоже может быть причиной, да, потому что... Ну, да, к евро меньше. Да, против евро-то он не особенно вырос. Дим, на твой взгляд, ведь, ну, опять возвращаясь к тому, да, о чем ты рассказывал, что интерес к долговому рынку достаточно высок, к российскому я имею в виду, да, в этом случае можно говорить о куплении рубля, это еще и часть того, что, условно говоря... Ну, я, да, согласен, конечно, можно, потому что если мы увидим приход средств нерезидентов, да, которые будут покупать те же ОФЗ, да, входить там через Евроклир в наши долговые бумаги, это будет, конечно, оказывать поддержку рубля, но, с другой стороны, на рубль будут действовать и другие факторы, которые будут способствовать его ослаблению, поэтому, ну, из этих факторов, да, я согласен, это и платежный баланс, возможно, это там в декабре, к декабрю снижение ставок ЦБ, то есть эти факторы будут негативно, да, на курс рубля сказываться. Я думаю, что вот такой, ну, сильно дальше рубль вряд ли будет укрепляться, и скорее его комфортный диапазон это где-нибудь 32, 32,50, 32,70, то есть вот... То есть для спекулянтов, в принципе, как торговая рекомендация, уже можно покупать доллар сейчас за рубли, наверное, на этих уровнях, да, опять? Ну, на мой взгляд, да, они достаточно интересно выглядят. Сереж, вот много факторов, да, Дима подтвердил, и в конечном итоге курс рубля будет зависеть от того, какие перетянут, да, какие окажутся сильнее, какие окажутся слабее. Я думаю, что для тех, кто собирается, там, держать средства, там, накапливать на горизонте год-два, на мой взгляд, любое укрепление рубля, это повод купить больше долларов. Вот так? Да. То есть, как рекомендация опять твоя, да, торговая, надо хранить в долларах, да, тогда? Мне кажется, что вот на горизонте, там, год-два, год-два, опять-таки трудно заглядывать в будущее дальше, да. К сожалению, там, любой экономический анализ, это философски напоминает плавание по извилистой реке в тумане. Вот первый поворот видно, а что там дальше, только догадываться можно. Но на год-два доллар для большинства людей, у которых цель банально сберечь, то есть они не валютные спекулянты, они не ставят там, вот доллар просто смотрится лучше. То есть ты даже не говорил бы, да, классический вариант, там, диверсификации какой-нибудь, чтобы в одну корзину все не складывалось? Позволю себе резко так вот процитировать Уоррена Баффета, вот он в свое время на тему диверсификации резко высказал, обычно все хвалят диверсификацию. Баффет, они очень так жестко высказался, что диверсификация-это защита для дураков, да. Вот он сам, как ни странно, вот великий инвестор не сторонник диверсификации, а сторонник, скорее, концентрации. Любопытно. Но маленькая там оговорка, надо помнить, кто эти слова сказал, да. То есть человек с таким инвестиционным опытом раз и с такой долгосрочностью два, может себе такое позволить. Но в наше время, даже если диверсифицировать, то в любом случае там на горизонте нескольких лет из-за бюджетной политики. Вот если бы не майские указы, может быть, все было бы по-другому. Я бы просто заметно сократил долю рубля в корзине, в традиционной, да, вот, а увеличил и по причине европейских логовых проблем долю евро, а долю доллара увеличил. Хорошо, спасибо. Еще раз прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Давайте, я не буду много говорить традиционных вещей. Еще раз представлю, Дмитрий Грицкевич, трейдер профсиазбанка, Станислав Савинов, аналитик по макроэкономике ЮФС, Сергей Хистанов, управляющий директор группы компании Allure. Сегодня у меня в гостях в студии. Мы обсуждаем текущую ситуацию в связи с последними событиями в Штатах. Ну, во-первых, заканчивая, да, вот эту вот историю, связанную с инструментами для инвестирования, диверсификации, Станислав, твое мнение, мне хотелось бы услышать. Ну, понятно, что, наверное, противопоставлять себя великому Баффету, это не очень выгодно было бы, но, тем не менее, наверняка у тебя есть свое мнение по поводу того, как должно быть. Я считаю так же, что диверсификация, она не всегда приемлема, она уменьшает риски, конечно же, но она не позволяет зарабатывать. То есть, Сереж, наверное, с этой точки зрения, да, Баффет рассуждает? Абсолютно верно. Абсолютно верно, да. То есть, по сути, ничего ты не делаешь, да, ничего не делаешь? Муран Баффет ставит на Кока-Колу, Крафтфудс и выигрывает. Видимо, ставит на то, чем питается. Ну, в том, в чем разбирается. Да, в чем, ну, у него же такая... Причем он не просто выигрывает, он выигрывает последние 50 лет. Да, да. Это уже, это уже, да, результат. Дим, по поводу диверсификации. Ну, если мы начали говорить там, да, о рубле-долларе и в чем-то хранить, мне кажется, в этой ситуации вполне приемлемо для, там, рядового гражданина диверсификации, потому что он получает по рублевым депозитам хорошую ставку, а по депозитам в валюте, там, совершенно крошечную ставку. Ну, да. Больше года назад, вот, те вполне себе довольны, и там доходность по валютным вкладам были вполне, вполне хорошими. Понятно. Ну, и заканчивая эту тему, мне почему-то показалось, что важно, наверное, подчеркнуть, опять вспоминая, да, цитату господина Баффета, важно подчеркнуть то, что, как правило, мы рассуждаем о возможности сохранить сбережения, да, в этом случае понятно, что риски, самое главное, минимизировать риски, потому что никто о доходности не говорит. Баффет, он парень-то другой, он все время зарабатывать норовит, именно поэтому он против диверсификации. Кстати, Сереж, вот твоя рекомендация, что хоронить надо сбережения в долларах, на фоне обсуждаемой сегодня темы, да, дефолт отодвинули, перенесли, а вот если все-таки... Оксана, если он произойдет, то сначала будет паника, как только пыль осядет, доллар сильно подорожает. Серьезно. Дело в том, что, что такое дефолт, к чему, вот, ну, кроме самого страшного слова, которое просто дрожь вызывает у всех, да, к чему это приведет? Придет к тому, что... Девальвация, еще мне слово. Вот, да, к тому, что, скажем так, эмиссия, вот, увеличение денежной массы долларовой уменьшится, а экономика США, какая была, такая останется, да. Вот, соответственно, при этом условии это довольно сильный фактор укрепления, да. Потом парадокс, ну, вот, в случае, если бы дефолт произошел, да, вот, да, там, первое время была бы чисто паническая реакция, ее невозможно предсказать, это вверх, вниз, что угодно, да. Но как только более-менее пыль после этого осядет, доллар, причем достаточно долго и устойчиво будет укрепляться. Ну, понятно, ну, надо пережить просто, видимо, вот это время, когда будет пыль клубиться, столбом она будет стоять, это же не все вынесут, наверное. Вот, тоже тема хорошая, смотри, мы говорим о том, что дефолт, это, понятно, да, это на уровне, там, какой-то глобальной катастрофы, и все бегут, естественно, да, спасая свои активы, выискивая надежный, традиционный, это доллар Соединенных Штатов Америки, тут, как бы, обсуждать нечего. А теперь мы представили, что будет дефолт Соединенных Штатов Америки, и нелогично, наверное, да, бежать в доллар Соединенных Штатов Америки, при том, что государство объявило, да, невозможность платить по долгам. Это будет технический процесс, просто эмиссию, кто у нас сделал в мире? ФРС, собственно, мировые инвесторы именно из долларов уходили, вкладывались в какие-то другие валюты, покупали какие-то другие активы. Они будут возвращаться домой для того, чтобы отвечать по своим обязательствам, и это будет вызывать как раз то краткосрочное укрепление американского доллара. Ну, среднесрочную, долгосрочную перспективу, я думаю, что как раз-таки потом процесс обратится вспять, и доллар начнет ослабеть. И мы это видим сейчас, и этот процесс будет продолжаться. Потеря статуса резервной валюты, она не происходит одномоментно. Этот процесс растягивается на долгие десятилетия. Да, именно десятилетия. А, кстати, есть опасность того, что, Сереж, что доллар в Америке потеряет этот статус? Это наверняка произойдет. Другой вопрос, что это вопрос не лет, а десятилетия. С долларом сейчас происходит то же самое, что происходило с фунтом стерлинга в 1914-1950-х годах, когда он постепенно терял свой статус резервной валюты. Но это постепенно, это свыше 40 лет, даже если начинать считать с начала переноса производства в Китай, ну, в любом случае, еще лет 20, скорее всего, останется. Ну, значит, поживем еще. Мы успеем, ведь. А, кстати, в качестве альтернативы тоже много всяких вариантов. Вот китайский юань, например, или какая-то новая валюта может появиться? Китайский юань, у него есть очевидный недостаток, который пока и близко не преодолен. Зависимость этой валюты от волевых решений ЦК Компартии Китая. Ну, мне кажется, никогда не будет преодолен этот недостаток. Ну, поживем, увидим, да. Если само ЦК захочет, оно преодолеет этот недостаток. Да, вот, вот. Но до этого пока настолько далеко, что роль юаня будет расти, но дорасти до роли мировой резервной валюты, это так далеко, что сейчас даже рано об этом вопросу. Я понял. Значит, отвлечемся от глобальных идей. Давайте сосредоточимся на российском рынке. Есть вопрос у нас по этому поводу. Я его прочту, да, и, соответственно, кулуарно на него ответим. Пишет Юрий. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Объясните, пожалуйста, что творится с нашей энергетикой? Ну, я подчеркну, об электроэнергетике идет речь, но это будет ясно из дальнейшей цитаты. Итак, что творится с нашей электроэнергетикой? Кто виноват в банкротстве данного сектора? Объясните мне, дилетанту, как можно размещать доп. эмиссию акций Ленэнерго, а, например, по цене 6 рублей, когда на рынке в настоящий момент данные акции стоят 3 рубля, и любой желающий может их на рынке грести лопатой. Цитату сохраняю, да? Не пора ли запретить размещение доп. эмиссии, так как никаких средств не хватит на формирование пакета акций, доля постоянно размывается, и поэтому никакого влияния простому акционеру оказать на компании нельзя. Спасибо. Сереж, с тебя начнем? Ну, судя по постановке вопроса, явно писал человек, который обладает определенным пакетом и чувствуется это недовольство размыванием долга. Определенным опытом, да, негативным. А вообще то, что происходит в российской электроэнергетике, со временем там пройдут годы, и, скорее всего, это войдет в учебник по экономике, который в качестве примера, иллюстрации, как идеально, неправильно нужно регулировать отрасль. Да, да, да. И будущие студенты там, может, лет через 10-20 будут, понимающие, кивать головами, там, и так далее. Учебники по риск-менеджменту, да, как не делайте, как не вот так не делайте. Это классический случай риск изменения регулирования, потому что, когда делались основные инвестиции в эту отрасль, или когда шла пресловутая реформа, я хорошо помню, потому что я к реформе подошел с достаточно большим пакетом акций РАУЕС, причем у меня в семье их было достаточно много, да. До сих пор сам себя хвалю за то, что я принял решение там выйти на соответствующий выкуп и так далее. И поэтому я довольный и могу с улыбкой рассуждать о реформе электроэнергетики, да. А произошло следующее. Когда реформа готовилась, шла и вот только начиналась, декларировались определенные параметры. В частности, декларировались, в общем-то, действия регулятора по регулированию стоимости, ведь тарифы-то у нас регулируются, да. Вот. И, соответственно, люди, исходя из декларации регулятора, писали бизнес-планы, принимали решения, выделяли деньги. Причем речь шла не только об отечественных инвесторах, а очень серьезных зарубежных инвесторов, да. Очень серьезных в мировом масштабе, понимаете, да. Вот. Как прошли годы, и как только стало понятно, что выполнение обещаний, которые были даны регуляторам, энергетикам, приведет к заметным затратам и граждан, и многих других предприятий, ну, наше правительство сделало классический маневр, оно сказало, а теперь правила будут другими, да. И озвучило другие правила. Намного менее выгодные, радикально расходящиеся с теми обещаниями, которые давались инвесторам перед тем, как вот реформу запускать, да. И то, что мы видим сейчас, это печальная динамика акций, печальная там динамика денежных потоков многих компаний. Это отражение того, что то, что лежало в основе, под что были сделаны серьезные инвестиции, что это нарушено. Вот и все. К сожалению, к сожалению, ждать улучшения в ближайшее время, ну, точно нет. Вряд ли, да? Вряд ли. А Дим, непосредственно, да, как человек, вращающийся на рынке. Что происходит сейчас там? Вот про Ленэнерго у нас Юрий спрашивает, но я так понимаю, что не только Ленэнерго. Ну, я, да, как эксперт по облигациям все-таки могу, да, рассказать о, то есть, реальном дефолте компании ТГК-2. Да, сейчас она проходит реструктуризацию, то есть, свои старые облигации уже на новые меняет. Ну, фактически, да, дефолт произошел. А произошло там просто следующее, что когда у нас была реформа РАОЕС, да, каждая компания взяла себе обязательства по инвестпрограмме. Ну, и, собственно говоря, на текущий момент эти инвестпрограммы, они профинансированы, взят огромный долг, который... Ну, а, то есть, все программы в электроэнергетике-то, они там окупаются 10 лет, десятки лет фактически. Ну, а кредиты у нас, длинных денег, естественно, никаких нету, поэтому деньги надо отдавать, а эти инвестпроекты еще ничего генерировать не начали. То есть, фактически, компании подходят вот к такому рубежу. Плюс нас правительство говорит, что, в общем, в следующем году у нас заморозка цен, чтобы снизить заморозка тарифов, или рост тарифов на минимальном уровне, и, в общем, все энергетики в такой ситуации находятся. Понятно, в общем, веселуха. Ты какую рекомендацию даешь нам о электроэнергетике? Разбегать. Сбегать или избегать? Избегать, а если... А если кто-то вошел, надо бежать быстро, да, быстро, я понял. Да, действительно. Кстати, смотрите, у нас сегодня все-таки мы тему, да, еще раз я напомню, Деникс, будет ли дефолт, ну, в Штатах, слава богу, не случилось, а вот видите, в ТГХ-2, к сожалению, да, и, наверное, примеров еще можно таких локальных. Пока нет. Пока нет, да? Слава богу. Будут. Это как в том фильме, да, у вас несчастные случаи настройки были, будут. Ну, да ладно, спасибо, смотрите, ну, осталось совсем мало времени, поэтому я успею, наверное, столько поблагодарить и еще раз представить. Здорово, мне понравилось, мы сегодня пообщались, будем, наверное, практиковать таким образом. Ну, я имею в виду, кворум, кворум. Итак, сегодня в студии сухого остатка были Дмитрий Гринскевич, трейдер промсвязь банка, Станислав Савинов, аналитик по макроэкономике UFS, и Сергей Хистанов, управляющий директор группы компаний Allure. Собственно, Деникс наступил, слава богу, ничего не случилось, ну, пока, по крайней мере. Не случилось, жизнь продолжается, и, судя по словам моих сегодняшних гостей, жизнь... Теперь везде нужно добавлять пока. Пока, да, да. Ну, до конца года, по крайней мере, да, мы будем жить и неплохо. Дай бог, чтобы это так. Спасибо за внимание, успехов на рынке, до свидания.